Хочешь кролика? Хотите кролика? Хороший кролик! Евгения переезжает в другой город и планирует отдать своего питомца в добрые руки. О карантине не слышала и прививки кролику никогда не делала. Я с ним гуляю на поводке иногда, на дачу иногда его посылаю. А так вроде он всегда домашний у меня такой. И думаю, что он может вместостом болеть. Такая обеспеченность характерна для многих жителей, не владеющих объективной информацией о таком вирусном заболевании, как бешенство. Вирус передается от зараженного дикого животного, лисице, например, домашнему животному, через укус или царапину. В свою очередь домашний питомец может не проявлять явных признаков болезни, но будучи инфицированным, нанести смертельный вред своему хозяину. Лекарство от бешенства еще не придумано, поэтому единственной действенной мерой профилактики является вакцинация домашних животных. Страшно выводить, вот даже собак там и бережем, а вот с козами выйти на поле. Однажды там мы сидели, лисонька выходила нам навстречу. Да, у нас козлятки маленькие были, видно, вот блеили, а нам вышла лиса навстречу. Да, да, да. Поэтому вот в этом плане, конечно, страшно. Вакцинация проводится дважды в год. В период карантина, а причиной его введения послужило два выявленных случая заражения бешенством диких животных, вводятся дополнительные профилактические меры. Вакцина у нас хранится, перевозится в специальном термохолодильнике. Да. Вакцина есть, инструкция на неё. Данная вакцина выделяется с федерального бюджета и бесплатно вакцинация против бешенства проводится бесплатно. С помощью таких передвижных ветеринарных модулей можно охватить гораздо большее число населённых пунктов. Как вы относитесь к этой процедуре? Хорошо. Мы каждый год это всё проходим, как положено. В мае ветеринарные службы планируют проведение месячника по профилактике бешенства. С использованием беспилотных летательных аппаратов в подмосковных лесах разбросают оральную вакцину против бешенства. По сравнению с 2012 годом, в 2013 году заболеваемость бешенства в Московской области, ну, случай зарегистрирован, уменьшилась в 2,7 раза. Значит, за прошедший период 2014 года у нас в 4 раза уже по состоянию на сегодняшний день случаев выявления бешенства на территории Московской области в 4 раза уменьшилась. Активность жителей деревень Романцевая и Матвеевская порадовала. Пока родители завтракали, эти мальчишки привели свою собаку на прививку. Любить питомца, значит, заботиться прежде всего о его здоровье, уверена и эта девочка. Под её опекой 4 кошки. Красивый такой. Я так его люблю. Он боится немножко. Мы его хорошо кормим. Он любит есть. Они такие же толстые стали, упитанные. Думаю, не такие у нас. Они так любят. Они ласковые вообще хотят. Для каждого пациента своя доза вакцины от 1 до 2 мл. Некоторые из них даже не заметили укола, другие пытались огрызаться. Пока длится карантин, участвовать в выставках и переезжать с животными не разрешается. Но такое ограничение свободы ничуть не расстроило хозяев и их подопечных. Елена Филина и Михаил Глазков. Новости Подмосковья из Подольского района.